Где-то недалеко, в самом обычном городе, живет великий академик домашних дел. Вкусный и питательный завтрак, обед и ужин – его правила. Порядок в доме – его страсть. Именно он изобрел подставку под горячее и цветочный горшок с дырочкой. Сотни детей мечтают о его славе. Он стар и ищет себе приземника. Дима Волков, 12 лет. Кроме того, что Дима уже многое умеет делать по дому, у него есть и другие увлечения. Дима – футболист, играет в роли нападающего. А еще он занимается боксом, чтобы научиться давать сдачи обидчикам. Я решил проявить себя в звании «Мастер чистоты». Я умею подметать, вытирать пыль, протирать полы. И недавно я сделал генеральную уборку. Я научился убирать, благодаря этому везде дома чисто. Я пришел в академию, чтобы стать академиком домашних дел и доказать, что я лучше взрослых убираю, подметаю и вытираю пыль. Здравствуй, Дима. Я великий академик домашних дел и я рад тебя приветствовать на проекте. Я знаю, что ты уже многое умеешь делать по дому, но сегодня для тебя будет особенное задание. Расскажи и покажи, как правильно мыть посуду. Справишься? Да, справлюсь. Для того, чтобы научиться мыть посуду, нам понадобится губка для мытья всей посуды, полотенце, чтобы вытереть руки после мытья посуды, ёршик, чтобы очистить довольно-таки сложные загрязнения и, конечно же, средства для мытья посуды. Ну и наша грязная посуда. Если остатки еды засохли на тарелке, это не беда. Можно их спокойно счистить в мусорку, чтобы не загрязнять раковину. Счищаем всё, чтобы не осталось ни одной крышинки. После этого замачиваем тарелку в раковине и оставляем на 10-15 минут. Для начала нужно распределить посуду. Стаканы к стаканам, тарелки к тарелкам. Это я сделаю для удобства и сохранения времени. Итак, начнём. Для начала будем мыть стаканы с ложками, потому что на стаканах очень мало грязи, чем на тарелках. Берём губку и моющее средство. Наливаем моющее средство на губку. Капельки 2-3. Включаем кран и начинаем мыть. Мыть надо всё с двух сторон, так, чтобы не было ни одной капельки жира. Промываем ещё внутри. Теперь берём вилки с ложками и моем аккуратно. Теперь моем тарелки и позже приступаем к замоченной тарелке, в которой очень много грязи. Губка всегда должна пениться. Если она не пенится, то можно ещё добавить чуть-чуть моющего средства. Тарелку моем также с двух сторон губкой, потому что они стоят друг над другом, и дно тоже грязное. Дима, ну неужели? Неужели он закончил с тарелками? На них же остался невидимый слой моющего средства. Это очень опасно. Поедят потом из такой тарелки и животы разбалятся. Моющего средства нужно для того, чтобы очищать посуду от грязи и убивать микробы. Внимание! Никогда, никогда не забывайте промывать посуду от моющего средства. Для того, чтобы не отравиться, промывать надо не менее 10 секунд каждую тарелку. Моё самое нелюбимое дело – это мыть сковородки и кастрюли. Для начала надо определить, из чего они сделаны. Вот, например, сковородки с тефлоном нельзя ни в коем случае мыть металлическим ёршиком. Металлический ёршик царапает поверхность, и из-за этого может пригореть приготовленная еда. Нужно мыть специальной щёткой для сковородки и стефлона. Такая щётка не царапает поверхность сковородки, но при этом очень хорошо очищает её. Моем посуду. Избавляемся от остатков пищи. Замачиваем тарелки. Начинаем мыть стаканы и чашки. Посуду моем с обеих сторон. Ополаскиваем посуду от моющего средства. Злата Глуховерова, 11 лет. Злата с 4 лет занимается вокалом. В школе она учится хорошо, в пятёрок больше, чем четвёрок. А её любимый предмет – математика. Но главная её страсть – приготовление еды. Я бы хотела поучаствовать в номинации «Мастер кухни». Я умею делать различные салаты. Очень вкусно пеку кексы. Однажды я напекла их на всю семью целых 20 штук. Ну, это мой личный рекорд. Также я умею делать курицу в духовке. Один раз у меня даже получились настоящие чипсы. Я очень хочу стать академиком домашних дел и доказать своей маме, что меня чаще можно пускать на кухню. Здравствуй, Злата. Я рад видеть тебя на кухне Академии домашних дел. Ты выглядишь очень уверенной в своих силах и юной поварихой. Но я по опыту знаю, что иногда тем, кто умеет готовить очень сложные блюда, не удаются самые простые. Докажи, что ты можешь всё и приготовь самое обыкновенное картофельное пюре. Ну, пюре-то легко. Для того, чтобы приготовить картофельное пюре, нам понадобится кружка молока, сливочное масло, зелень, толчонка, ну и, конечно же, картофель. Начинаем приготовление с чистки картошки. Берём чистилку для овощей, тарелку, убираем всё ненужное, оно нам будет мешать. Начинаем чистить картошку. Картошку можно чистить и ножом, но этой чистилкой чистить гораздо безопасней и удобней. Если же вы хотите приготовить картошку в мундире, то чистить её не обязательно. Нужно только помыть. Хорошо помыть. А так как академик попросил нас приготовить пюре, её, конечно, надо почистить. Вообще, из картошки можно приготовить большое количество блюд. Например, можно запечь её в духовке, прямо в кожуре, потом достать и начинить какими-нибудь вкусностями. Итак, когда мы дочистили картошку, её можно сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на максимальный огонь. Ставим на огонь. А пока наша картошка варится, мы можем приступить к порезке зелени. Для начала зелень, конечно, надо помыть. Теперь, когда мы помыли зелень, её можно нарезать. Нужно отрезать все стебельки и улыбки. Также зелень лучше порезать мелко, так она будет красивее смотреться на тарелке. С ножом будьте очень аккуратны, чтобы не порезаться. Когда мы порезали зелень, её можно убрать в тарелку и пока отставить в сторону. Теперь пойдёмте посмотрим, что с нашей картошкой. Картошка уже закипела, но она ещё немного твердоватся, поэтому надо подождать, чтобы она окончательно приготовилась. Наша картошка готова, её можно снять с огня и слить воду. Если кто не знает, как это делается, то нужно немного наискось положить крышку нашей кастрюли и аккуратно слить воду, чтобы не обжечься. А-а-а! Пар очень горячий. Так. Теперь поставить на подставочку. и протолочь вместе с молоком. Кастрюли горячей, потому лучше делать это в рукавичке, на одну руку вводить рукавичку, чтобы не обжечься. Всё, мы растолкли картошку, теперь можно добавить молоко. Добавляем немного молока и толчём. Сейчас я покажу, как красиво выложить пюре на тарелку. Оставим на столе зелень, масло, картошку и возьмём тарелку. Возьмём ложку, чтобы сделать красиво. Пока это выглядит не очень красиво, но для того, чтобы это выглядело более красиво, мы формируем пюре в более округлую форму. Теперь приглаживаем все неровности. Делаем маленькие такие отверстия, кладём небольшие кусочки масла зеленью. посыпем сверху это всё зеленью. Немного зелени вокруг. Теперь у нас получилось вкусное и красивое картофельное пюре. Приятного аппетита! картофельное пюре 1 кг картофеля 1 стакан молока 2 ст. ложки сливочного масла соль по вкусу. Пора подвести итоги сегодняшних испытаний на звание Академика Домашних дел. Я считаю, что я очень всё хорошо отмыл, всё блестит и сияет, и поэтому я заслуживаю звание Академика. Как я думала, всё оказалось очень просто, ведь это пюре я готовила очень много раз, и не вижу причин, почему бы у меня не получилось это сегодня. Итак, Дима, тебе сегодня повезло, грязной посуды было немного, но тем не менее, ты чуть было не провалил задание, не сполоснув тарелки после моющего средства. Однако, ты вовремя спохватился и успешно завершил задание. Дима становится Академиком домашних дел. Да! Злата по моей просьбе приготовила картофельное пюре. Я хотел застать её врасплох таким простым блюдом, ведь она привыкла готовить только деликатесы. Но Злата совсем справилась и заслужила звание Академика домашних дел. Академия Субтитры подогнал «Симон»